Всем привет, с вами Галактики, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Valhalla Hills. Это стратегия с непрямым управлением, в которой мы должны помочь викингам добраться до Valhalla. Мы будем путешествовать с острова на остров, открывая порталы, в надежде, что один из этих порталов приведет нас к заветной Valhalla. Собственно, игрушка от разработчиков вторых сеттлерсов, что меня очень радует. Многие механики похожи на вторых сеттлерсов, что меня вдвойне радует. Но, конечно, в игре есть определенные недостатки по сравнению с теми же сеттлерсами. Давайте начнем новую игру. Мы будем играть в обычную игру, где достижения открываются постепенно с нашим прогрессом, каждое действие открывает новые возможности. Это все-таки какое-то подобие кампании, мне кажется, да, и так, мне кажется, будет интереснее. Начинаем игру. Будем потихонечку смотреть, что да как. Я уже немного поиграл, немного уже знаю, что делать. Приветствуем тебя, бог строительства Лекко. Меню строительства. Постройка. Древесина требуется почти на каждом строительном проекте. Постройте домик неподалеку от леса, как можно раньше. Домик, наверное, дрова сека имели в виду. При возведении каждого здания обращайте внимание на место строительства. Если оно зеленое, викингам потребуется меньше ресурсов на завершение постройки, чем если бы оно было оранжевым или красным. Запомните, все производственные постройки имеют радиус, в котором работник занимается своим делом. Выберите здание, чтобы увидеть его радиус. Увеличить радиус можем при помощи троп. Так, хорошо. Троп пока у нас нет, насколько я понимаю, да? Да. Так, обучение, цель. Обучение, постройка. Это у нас... Системное оповещение. Ясно. Так, ну что нам? Дровосека, да, посоветовали построить? Где-нибудь. Давайте вот так построим. Новая работа строителя. Один из наших, так и хочется сказать, дварфов. Хедда. Давайте мы эту Хедду переименуем в Брунхильду. Как это у нас делается? Вот так, по-моему, сразу. Брунхильда. Хильда. О. Брунхильда. Вот, отличное, просто прекрасное имя для тетки Суровой и Викинга. Так, у них есть аппетит, ну это, наверное, голод, насколько я понимаю. Ну, ну да, наверное. Ну, короче, сейчас посмотрим, как это правильно работает. Профессия у нее дровосек, и она уже добывает потихонечку лес. И причем она хитрая такая. Так, иногда бывает полезно остановить работу домов, чтобы прекратить появление новых рабочих. Всегда можете повторно запустить работу дома, когда вам потребуются работники. Некоторые здания мобильны, например, пост геолога, военный или армейский лагеря, а также торговые посты можно перемещать туда, где они принесут больше пользы. Их перенос не требует дополнительных ресурсов или времени. Приняя их поддимость, вы можете сносить постройки. Некоторые ресурсы будут возвращены. Причем, да, лес она не рубит, потому что у нее нет топора. Она просто его собирает. Тут, который, да, у нас возле портала нашего стартова. Викинги, начальный портал. Общее количество викингов ограничено и зависит от размера карты. К тому же, с неба упадет столько викингов, сколько построено для них домов, но не больше. В случае, если предел населения не достигнут, вы и вы построили достаточно домов, викинги будут пребывать самостоятельно по мере появления работы. Если работы для викингов нет, вы можете призвать их вручную. Но викингов всех наших кормить нужно, да, и поэтому чем больше викингов, тем больше еды нужно готовить. Для того, чтобы викинги выполняли свою работу, им нужны инструменты. Инструменты изготавливаются в лавке ремесленника, поэтому нужно построить ее в самом начале. Существует очередь производства инструментов и базового оружия. Она определяет, что будет изготовлено в следующем. Учтите, ремесленник начнет работать и собирать ресурсы, только если получит заказ. Хорошо, давайте поставим ремесленника куда-нибудь. Вот сюда, например, да, чтобы пустыни поломать. Не знаю зачем. И поставим скорость чуть побольше, вот. Чтобы наши порталы. Ваши викинги обнаружили портал, который ведет к бивресту, легендарному радужному мосту, который доставит их в Асгард. Однако зачастую порталы охраняются обитателями подземного мира. Как только вы откроете портал, они проникнут в ваш мир и атакуют деревню викингов. Защищайтесь, если попробуете, или попробуйте задобрить их жертвенными подношениями. Подробнее о них позже. Теперь откройте портал, чтобы начать следующее задание. Силы зла пока что спят и не атакуют ваших викингов на этот раз. Окей. То есть, когда один из наших викингов подходит близко к порталу, он у нас активируется. Мы его можем открыть. Новая работа, ремесленник. Давайте мы закажем топор для дровосека. Так, обучение. Наверное, туда можно все спрятать. Да? Я дам тебе новое имя. Это, понятно, наше достижение открыто. Портал можно открыть. Я хотел еще посмотреть. Вот где-то здесь у нас есть все наши достижения. Да, или как-то, или не все. Может быть, только часть. Потому что тут их как-то слишком мало. Ну, может и немало. Не знаю. 50 животных. 50 зданий. Стражи портала. Подношение в виде ресурсов. На первой карте нет вершин, но у вас получилось. Не совсем понятно, что и как это работает. Военный лагерь. Вы взрастили тысячу викингов. Отныне через открытые порталы будут проникать враги. Минимум одна выигранная карта. Тропы. Увеличивает радиус действия построек. Минимум пройденных шагов 2,5 тысячи. То есть, трупы у нас откроются только тогда, когда мы пройдем 2,5 тысячи шагов. То есть, еще в 5 раз больше. Достижение. Получайте голову волка. Так, ну, потом будем разбираться, наверное, да? Давайте скорость пока поставим. Может, кстати, подождем и трупы как раз откроем. Давайте посмотрим. У нас еще есть палатка. Палатки увеличивают число. Так, если вы построите жилище, в вашем распоряжении появится больше викингов. К тому же, работники отдыхают, когда спят в доме, а не где-нибудь под кустом. Хорошо отдохнувшие викинги работают дольше и эффективнее. Воинов 0, безработных. Так, максимум призванные. То есть, вроде бы как нам палатки не обязательны, да? Дома вообще в целом. Давайте построим. Малый склад. Работник склада собирает товар, ресурсу... Так, произвести. Собрано урожай, собрано ресурсов 20. А, и склад у нас откроется все равно на следующей карте только. Ммм... Какая интересная система. Наверное. Так. Палатка есть. Максимум викингов. Так, или... Нет, правильно. Наши Ворунхильда вместе с Бьярном поселились в этой палаточке. Давайте мы построим им еще одну палаточку. Посмотрим, может, да? Новые какие-то у нас откроются эти возможности. Нам нужно вообще еще одну даже палаточку построить. Вот куда-нибудь вот сюда. Эй, да, как раз, чутенько. И у всех наших викингов будут дома. И, по идее, может быть, даже еще один появится. Так, как в одной палатке помещается два викинга. Ну, что-то пока никто не спит. И тут никто не спит. Бездельники спят под деревьями. Палатки нужны только для рабочих исключительно. Вот оно как. Все, понятно. Открыта лесопилка. На лесопилке бревна распиливаются на доске острыми пилами. Нужно пять поваленных деревьев. Так, можно посмотреть общее количество ресурсов у нас. Так, я еще хотел убийца кроликов. За все время в охоте вы получаете шлем убийцы кроликов. Рыбак, кролик, добыча для охотника и дают мясо и кожу. Ну, хорошо. Я думаю, все. Все, можно спокойно отправляться на следующий малый склад. Лесопилка, рыбное хозяйство, кролики, гнев богов. Как раз, да, будут теперь появляться противники военной лагеря. Алтарь, скалолаз, ледяной викинг. Древним обитателям этих холодных скал суждено вечно бродить между мирами. Ясно, все. И теперь отправляемся в портал к следующей карте. Это список всех наших новых возможностей. Все, что мы заработали, получили. Так, следующая карта немного побольше уже. Есть кролики, на которых я, по-моему, охотиться все равно не могу. Первый проход через портал был проще простого. Но стражи портала становятся сильнее и агрессивнее по мере вашего продвижения в игре. Для того, чтобы обучить солдат сражаться со стражниками, вам нужны военные лагеря или лагеря армии. Вы также можете задобрить стражи с помощью жертвенных алтарей и открыть проход через портал мирным способом. Давайте сейчас попробуем открыть портал мирным способом как раз. А потом уже военным, наверное. Попробуем. Так, или, ну посмотрим сейчас. В любом случае, нам нужно сразу построить основные потребности. Викинги это суровый трудолюбивый народ. По крайней мере, до тех пор, пока не захочется есть, спать или перекинуться парой-тройкой ругательств с племенниками. Как правило, они удовлетворяют свои потребности без вашей помощи. Однако вы должны обеспечить им все необходимое, чтобы сделать их эффективными работниками. Если они тратят слишком много времени, объедая ягоды с куста или сидят под ближайшим деревом, от них будет далеко не так много пользы, чем если бы у них была мягкая подушка, крыша над головой и ароматный хлеб на завтра. Кстати, ваши викинги настолько брутальны, что не тратят времени даже на то, чтобы сходить в туалет. Суровые, брутальные викинги, которые вечно ходят в вечных памперсах. Вот, у нас теперь лесопилочка есть. Бремы распиливают на доске острыми пилами. Ну, в любом случае, мы сразу, наверное, строим ремесленника. Где-нибудь здесь. Сразу строим дровосека где-нибудь здесь. Да, вроде достаточно много дерева в округе. И скорость, наверное, чуть побольше поставим на двоечку. Что у нас дерева? Хватает, в принципе, наверное, чтобы еще и... Сразу давайте, наверное, топор закажем. А то и два. Нужен кремень. Вот он. Иногда при добыче камня, каменотесу попадается кремень. Так. И закажем одну удочку. Или две удочки даже, может быть. Почему бы нет? Давайте построим рыболовы и охотники. Рыбаки и охотники обеспечивают викингов базовым продовольствием. Всегда располагайте рыбаков рядом с водой, а охотников там, где водится дичь. Простые удочки и копья изготавливаются в лавке ремесленника. Будьте осторожнее, чтобы не уничтожить всех животных. В лесах животные размножаются со временем. Однако, если вы убьете всех, экосистема не сможет восстановиться. Вот это вот интересно будет посмотреть, как это вообще работает. Давайте поставим одного рыбака где-нибудь здесь. Мурнхильда наша работает. Честью получила, да? 3000 за прошлый уровень. И когда она наберет 100 тысяч, попадет в Алхалу. Наверное. Так. Все. Теперь дровосек кулаками лупит дерево. Все нормально. Не дождался никак топора. Хотя один, по идее, мы уже... Эт, Бурнхильда себе забрала топор. Точнее, подождите. Это у нее молот. То есть у нас Бурнхильда с молотом сразу пришла. Так. Во. Теперь, да, пошел Аки за топором. Теперь он счастлив и будет топором, наконец-то, рубить дерево, а не кулаками. Вот. Не хватает удочки. Жалуется наш Бьярн. А почему у нас удочки не хватает? Потому что Бурнхильда где-то пошла спать под деревом. Потому что у нее нету домика. Давайте мы ей поставим палаточку где-то рядышком вот здесь. Чтобы наши все работники спали. Ой, у нас с неба прилетел... Два. Прилетела викинга. Так, усталость. Усталость растет потихонечку у всех. Так. Сейчас будет готова первая удочка и... Готово. Готова удочка. Готова удочка. Где она ее? Видно так где-то? Валяется? Нет? Или уже... Так, кто у нас? Бьярн у нас рыбак. Бьярн пока что спит. Прямо на... Вот этом спал другим. Вот. Теперь пошел за удочкой. Отлично. И теперь наконец-то сможет идти ловить рыбу. Так. Хорошо. Открыта тропа. В следующем... В следующей миссии мы сможем наконец-то строить тропы. Жалко, что вот когда мы открываем что-то, оно сразу недоступно. Я бы сейчас бы троп построил. Тропы клевые. Так. Малый склад. Давайте. Преимущество складов заключается в том, что предприимчивый носильщик собирает все ресурсы в округе и хранит в одном месте. Таким образом, у остальных вигингов в любое время есть быстрый доступ к ресурсам. Склады... Склады... Помогают вам лучше организовать и оптимизировать распределение ресурсов в вашей деревне. Вы можете добавлять носильщиков на каждую стройку, а также производственным зданиям, чтобы повысить приоритет производства. Давайте складик построим маленький, где-нибудь здесь поставим. Ну, типа, в центре. Да, вот прям здесь вот. И посмотрим. Так. Палаток нам хватит. Есть алтарь. Построив алтарь у портала, вы сможете умилостивить стражи при помощи подношений. Ну, и военный лагерь тоже, наверное, построим на всякий случай. Может, откроется новая какая-то возможность. Вы можете перемещать военные армейские лагеря, чтобы отправлять солдат туда, где они нужнее всего. Армейский лагерь это увеличенная версия военного лагеря, а значит, он умещает большее количество солдат. Если расположить лагерь рядом с оружейной, воины смогут использовать оружие лучшего качества, если таковое имеется. Если ваши воины находятся рядом с пивоварней, золотодельней, складами посыльными, они будут забирать оттуда пиво и золото автоматически. Каждое пиво, выпитое воином, повышает его здоровье. Каждый полученный золотой слиток увеличивает урон солдата. Размещайте свои лагеря рядом с соответствующими зданиями, чтобы ваши солдаты становились сильнее. Так, ну давайте построим военный лагерь где-нибудь. У нас портал где-то аж здесь, но мы не будем возле портала строить лагерь военный. Не будем пока далеко. Мы построим алтарь в этот раз возле лагеря, возле портала. Вместо того, чтобы сражаться с стражниками портала, вы можете умилосливить их подношениями. Как только вы возведете алтарь и прикажете начать ритуал, рабочий начнет собирать необходимые ресурсы в качестве подношений. Однако он будет собирать ресурсы только в радиусе действия алтаря. Если ресурсы находятся далеко, вы можете увеличить радиус действия алтаря, проложив тропы. А позже построив торговые посты. Для того, чтобы провести несколько ритуалов одновременно, вам понадобится несколько алтарей. Так. Ну где-нибудь поставим, да, вот так вот. И посмотрим. Враги. Неизвестные враги. Статус заблокировано. Портал заперт и пока не может быть открыт. Викингу нужно подойти ближе, чтобы его открыть. Хорошо. Сейчас кто-нибудь... Вон идет. Самый храбрый викинг. Так. Работник склада. Давайте носильщика одного добавим здесь. Вот. Он будет ходить собирать всякий хлам на складном. Вот. И пока мы тут бездельничаем, давайте построим еще одного рыбака где-нибудь. Да, мы тут уже съели всю еду с этого куста. Построим. О, у нас один теперь уже воин есть. Давайте посмотрим с простым топором. Можно переместить, можно снести. Ну пока мне одного воина хватит. Пока он только с топором, да, пока он ничего из себя интересного не представляет. Как бы вот на кроликов поохотиться. Наверное, в следующей миссии или когда-то там... По-моему, в следующей тоже охотников у нас не будет. Так. Тысячу викингов. Пшеница. Да. Минимум две выигранные карты. Средний цоколь. Тоже две выигранные карты. Общее время игры. Это неинтересно, ничего, по-моему, не дает. Костер. Безработные викинги соревнуются в красноречии и утоляют свою жажду общения. Каменоломня. Две карты выиграть. Один викинг Валхалы достиг. Так. Охотник. Минимум собрано 30 фруктов. Во! Сейчас мы еще 5 фруктов соберем и у нас появится доступ к охотнику. В следующей миссии сможем построить уже охотника и охотиться на каких-нибудь зайчиков. Вот. Это замечательно. Когда мы строим здание, все наши викинги получают честь. И все эти викинги, насколько я понимаю, будут в следующей игре у нас. Сначала там 5 первых, которые с нами были. В том числе Брунхильда, наверное. Я надеюсь, будет с нами переходить. Вот. Так. Наверное, те, кто сереньким, да, отмечены, это бездельники. Два бездельника. И вот как раз двое, да, скучают. Скучают. Ну, раз они скучают, давайте мы что-нибудь им придумаем. Построим лесопилку, например, где-нибудь вот здесь. Посмотрим, как работает лесопилка. Охотник открыт уже, открыто озеро. Теперь вы можете ловить рыбу в озерах. Отлично. Наверное. Строитель, алтарь. О, мы только достроили алтарь. И теперь вот этот вот товарищ у нас работает с шаманом. Раз он работает с шаманом, здесь нужно... Угу. Каждому стражу нужно 5 рыбы. Мы можем добавить носильщиков. Троих. И начнем подношение. Это каждому нужно 5? Или всем нужно? Обоим нужно 5? Ну, обоим нужно 5. Или каждому по 5? Ну, в общем, будем потихонечку. Самое интересное, что я хотел, это вот одна охотника посмотреть. Открыть охотника. То есть, с одной стороны, вроде бы такая система интересная, когда мы, да, открываем новые возможности, делая что-то. Но с другой стороны, рыться, искать, где там мне нужно что открыть, чтобы я смог зайчика убить. Что мне нужно сделать, да? Ну, так как-то. Древотес. 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 Пошел на... Давайте еще пару топоров закажем. Удочка. Кстати, где наш... Вот, второй рыбак. Да, рыбку ловят. Хорошо. У нас уже 14 викингов. То есть, чтобы увеличить максимум, нам нужно строить вот такие палатки. Окей. Окей. Сержант. Но, насколько я понимаю, рыба очень далеко. И, соответственно, нам нужно что-то предпринять в связи с этим. В принципе, нам, наверное, ничего не мешает построить здесь пару рыболов. А, вот там, кстати, мы не можем ловить рыбу. И здесь, наверное, тоже, потому что здесь слишком крутой такой обрыв. Наверное. Ну, кстати, посмотрим сейчас, что будет вообще. Давайте посмотрим тогда наш клад. Как мы можем... Вот они никак не могут рыбу проперевести. Как бы не хотели. Бедолаги. Насколько я понимаю. Хотя носильщиков вроде бы и хватает. Ну, кстати, да, смотрите. Мы, если бы его построили... А ну-ка. Отключить. И построим склад где-нибудь вот здесь. Хотя у него радиус так тоже небольшой. У самого склада. Да, здесь... Здесь была, наверное, не очень хорошая идея строить его. Да, стоп. Склад, склад, склад. Ну, хотя, что, вроде-то, смотрите, да? Вот включенный склад нормально так работает. Так. Отключим. А этот пусть будет включен. Ну, и вот сюда мы как раз носильщиков позовем. Добавим. 16 из 18. Пока мы палатки, наверное, или построим. Чё ж не построить. Пару палаток. Тут, как бы, палатки маленькие. Можно их ставить удобненько. Тем более, кусты тут уже поели мы все. Давайте теперь скорость. По максимуму. Всё, 18. Сейчас. По максимуму уже добили викингов. Так. Но, как минимум, один рыбак. Этот, не знаю. У этого будут забирать рыбу или не будут. Должен сносить сюда уже рыбу. Вот этот вот, да? Всего на складе 12. Питательность 5. Они яблоки собирают, ходят эти. С кустов. Не яблоки, но какие-то ягоды. Фрукты. Фрукты. Как тут дела у нас? Пока что ноль. Можем как-то отключать, интересно, те или иные товары? Что-то пока не можем. Сюда носильщика тоже мы добавить никак не можем. Рыбаку этому. Так, рыбак. Удочка у нас есть, да? Давайте посмотрим, что он делает. Он ничего не делает, потому что... Что? Бездельничает. Потому что далеко от него... Да. Вода от него далеко. Все, снесли. Получили немного ресурсов. Попробуем поставить рыбака немного поближе. Куда-то. Куда? Ага. Куда-то надо вот здесь ставить. Не, не можем поставить сюда. Мы рыбака как бы не хотелось. Короче. Такие вот пироги у нас. Не сложилось, видимо, да? У нас с этим... На складе рыбы много, но наши не достают, потому что у нас нет троп. Если бы были тропы, мы могли бы расширить зону действия вот этого всего дела. Поэтому... Поэтому... Ща мы наберем топоров. Закажем только их крафтиться, потому что надо... Ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не надо сносить, вот что. Вот. Вот. И теперь перенесем склад... Не склад, а этот. Вот, боевую нашу палатку. Поближе к... Порталу. Так. Топоры практически у всех есть. Теперь открываем портал. Портал открыт. Вы открыли портал Вальхаллу. Мужайтесь, потому что скоро стражи попытаются остановить ваших викингов и не дать им пройти через портал. Защищайте начальный портал любую цену. Если он будет потерян, у ваших викингов тоже не останется шансов. Так. Сражение свершилось. Ваших викингов атаковали. Обычные викинги защищаются кулаками. Однако рекомендуется посылать в бой воинов. Воины работают в военных или армейских лагерях, которые можно поставить через меню строительства. В этих лагерях вы можете тренировать воинов, использующих разные типы оружия. Ваши воины будут атаковать всех враждебных созданий в радиусе действия военных лагерей. Поэтому рекомендуется размещать их в удобных точках. Так. Давайте мы посмотрим на Рубилова. На Рубилова. Как бы карту тут еще повернуть, так чтобы Рубилова было видно. Видно только ЗД минус 10, ЗД минус 10. За кем-то в погоне, по-моему. Куда-то этот... Все, одного убили. И стрелу получил в задницу. Ледяная стражница. Пока что это самые простые, самые мелкие стражи. И толпа наших викингов. Мне так и хочется сказать дварфов. Просто аннигилирует ее. О! С нее пиво выпало. Вот это нормально. Пивасика отплатили. Так. И все наши викинги получили море... Море опыта. У нас открыто теперь... Так. Напали. Заснеженная земля. Низкий цоколь. Средний цоколь. Каменоломня. Пшеничная ферма. Колодец. И пивоварня у нас открыта. Все. Хорошо. Хорошо. Я думаю, что... На этом мы, наверное, пока что... Ну, или давайте войдем в портал. И первую серию... Такую обучающую мы закончим. Тропы. Тропы, кстати. А, тропы... А, правильно. Мы как раз только сейчас их открыли. Все верно. Все верно. Я думал, что они были открыты на этом уровне. Так. Охотник. Озеро. Костер. Окей. Сейчас мы пока что закончим. И если вам понравилась данная игрушка, если вам интересно посмотреть будет на дальнейшее развитие событий в данной игре, на новые возможности какие-то, да, игрушки на следующие цепочки производства, которые, я уверен, будут в дальнейшем, вот, то пишите об этом в комментариях. Ну, а пока что всем спасибо за просмотр, всем пока, и увидимся в следующей серии. И не забывайте ставить лайки, вот.